И последний вопрос. Является ли условием относительно жертвоприношения, которое приносится в хаджи, чтобы оно было свободным от недостатков, так же, как это ставится условием относительно жертвоприношения, которое приносит как утхия? То есть в праздничный день приносят же люди, которые не находятся в хаджи, жертвоприношения приносят или нет? Приносят. Мы говорили то, что если человек приносит жертвоприношения, не находясь в хаджи, то что называется утхия, то это животное должно быть свободным от недостатков. То есть оно должно быть слепым или хромым и тому подобное. Теперь вопрос. А если человек совершает одно из этих жертвоприношений в хаджи, либо за совершение запретного, либо за оставление ваджиба, либо за ихсар, либо за томатур и тому подобное, оно тоже должно быть свободным от недостатков? Или может быть с недостатками? Ответ в этом вопросе какой? Амма туль улема. То есть подавляющее большинство ученых, если не все, считают то, что животное должно быть свободным от недостатков. Будь то принесенным в жертву хаджи, будь то принесенным в жертву в другом месте. Вот это вы усвоили или нет? Это, иншаллах, понятно. Так, на этом мы завершили разбор тех вопросов, которые касаются Китаб-Уль-Хач, и со следующего урока, иншаллах, приступим к другой книге Китаб-Уль-Бую из нашей большой книги, что Фатхулал-Лам Шарх Булюг-Марам. Тех вопросов, которые касаются Китаб-Уль-Хач, и со следующего урока, иншаллах, приступим к другой книге Китаб-Уль-Бую из нашей большой книги, что Фатхулал-Лам Шарх Булюг-Марам.